135 медиков Славянска боятся стать безработными. Распоряжение о реорганизации местного наркологического диспансера подписала глава Донецкой обладминистрации. Медучреждение планирует объединить с Краматорским. Сотрудники опасаются массовых сокращений. С чем связана такая оптимизация, выясняла Мария Сергеева. В коридорах цветы, в палатах чистота. Пациенты под присмотром персонала и камер наблюдения. Славянский наркодиспансер работает уже 28 лет. Ежегодно здесь проводят около 15 тысяч наркологических осмотров. На учете состоят 5 тысяч больных. Только в отделении интенсивной терапии с начала года лечения прошли 100 нарко- и алкозависимых пациентов. Уход как за домочадцами. Их кормят, моют, одевают. Хороший суп, салатики, каши. Кормят их здесь хорошо. У нас тут запасы, пожалуйста, все есть, переодевать. Если надо поменять чистое белье. Но лечебное учреждение находится под угрозой существования, считает коллектив. Поводом для переживаний медиков стало распоряжение главы обл. администрации о реорганизации славянского наркодиспансера. Его хотят объединить с Краматорским и создать выездные бригады для проведения наркоосмотров. Нам непонятно, почему наше учреждение, которое больше в два раза, чем Краматорск, лучше по показателям уволить и остальную материально-техническую базу перевезти в Краматорск. 35 коек стационарного отделения и 6 интенсивной терапии. Клиника-диагностическая лаборатория и современное оборудование. Все это годами приобреталось на деньги медучреждения. Мы платим налогов в Казго более миллиона гривен в год. Мы зарабатываем свои деньги на энергоносители. Это 1 миллион 653 тысячи гривен в год. Это спецсчета. И кроме того, если сократятся наши рабочие места, то Краматорск уйдет и 3,5 миллиона нашей зарплаты за полгода. Сотрудники намерены отстаивать свое право на труд. Подготовили петицию и собирают подписи. Хотят, чтобы вопрос о реорганизации вынесли на общее обсуждение. В облздраве уверяют, наркодиспансер будет работать в прежнем режиме. Увольнения коснутся только руководства. Сокращается количество юридических лиц, не сокращая при этом ставки. То есть люди все, которые работают, остаются, а юридических лиц меньше. Есть большая проблема. На сегодняшний день дефицит заработной платы по области составляет 238 миллионов. Денег этих ни у кого нет. Поэтому для того, чтобы люди получали заработную плату и могли нормально жить, приходится идти на такие меры. Подобная оптимизация пройдет в славянском и кроматорском ТУП-диспансерах, а также в стоматологической поликлинике Доброполья. До конца года департамент здравоохранения планирует реструктуризировать еще 15 медучреждений Донецкой области. Мария Сергеева, Сергей Чекрыгин, Телеканал Донбасс.